Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Любовь Горчакова. И сейчас коротко о главных новостях этого дня. Больше выборов, больше денег. Бюджет Центра избиркома Израиля за год вырос почти наполовину. Импорт разрешен, лес посажен. Израиль и Палестина снимают ограничения и отменяют бойкоты. Новая песня, новый имидж. Алла Рид представила композицию «Не бояться». Инспекторы и врачи, которые проверяют мясо на свежесть, объявили забастовку. Они выступают против созданного государством объединения ветеринарного контроля, в которое их должны перевести до 1 марта. Трудовой коллектив заявил о том, что с ними не обговорили новую зарплату и размер выходного пособия для тех, кто намеревается уйти. В связи с этим качество куриного мяса остается под вопросом, начиная с 20 февраля. А уже с 24 числа потребители заметят отсутствие курятины в продаже. Сейчас Израильский совет по птицеводству добивается судебного запрета на проведение забастовки сотрудников ветеринарного контроля. ЦИК Израиля увеличил свое финансирование на 42%. Теперь бюджет организации составляет 402 миллиона шекелей. Комиссия объяснила, что за последний год три предвыборных гонки прошли одна за другой, что привело к увеличению трат. Еще одной причиной повысить бюджет стал найм сотрудников со стороны, в том числе и инспекторов, следящих за прозрачностью выборов. Также к третьим выборам были закуплены 1100 камер видеонаблюдения. Всего же за год на выборы был израсходован 1 миллиард 600 миллионов шекелей, из которых более миллиарда из бюджета избиркома, а все остальное – деньги партийного финансирования. Палестинской автономией продлили разрешение на импорт сельскохозяйственной продукции в Израиль. Министр обороны Нафтали Беннетт принял это решение после того, как палестинская автономия отменила бойкот израильских животноводов. Переговоры провели генерал-майор Камиля Буракин, министр сельского хозяйства Цахи Анегби и глава гражданской администрации Рассан Алиан. Для палестинской автономии, возможно, готовят и новый лес. Студенты Махон Мейер посадили деревья на территории, которую Трамп планирует передать в пользование палестинцам. Какие именно растения там появились, узнаете в следующем сюжете. Институт изучения иудаизма уже несколько лет выезжает для посадки деревьев в песчаную пустыню в районе поселения Бейрамилька на границе с Египтом, территорию которой Трамп планирует передать арабам. Здесь находится несколько фермерских хозяйств, где выращивают виноград, оливки, финики, а на закрытых от чрезмерного солнца плантанциях ананасы, перцы и томаты. В этом году студенты посадили оливковые деревья и осмотрели плоды своих трудов прошлых лет. Посмотрите, какие здесь есть замечательные этроги. Они, может быть, и некошерные, причем некошерные по нескольким причинам. Прежде всего, неизвестно, они привиты или нет, но кроме этого, видите, здесь есть много колючек. Если колючка пробивает, то для брахи это будет некошерным, или если есть черные точки. Но посмотрите, какая красота, какая величина. К деревьям и цветам в Израиле проявляют заботу как взрослые, так и дети. Ведь их посадка – это общенациональное дело, имеющее особый технологический процесс. Молодое растение помещают в пластиковый контейнер, который имеет снаружи белые стенки, а внутри черные, в которых конденсируется влага из воздуха и стекает вниз к корням. В Израиле к каждому деревцу, кустику или клумбе подведены системы искусственного орошения. Все растения обмотаны резиновыми трубочками, в которых проделаны маленькие дырочки. У студентов Иерусалимского института изучения иудаизма Махон Мэйер система посадки деревьев немного отличается. Сначала они выкапывают траншеи глубиной около 40 сантиметров, потом засыпают их компостом и закапывают песком. Затем проглатывают шланги капельного орошения и приступают к посадке деревьев. Вначале снимают черную пленку, выкапывают лунку, ставят в нее саженец, закапывают, делают бортики и поливают ведром воды. Вот так вот, в пустыне, где только песок, мы добавили немножко компоста, много души. И земля Израиля дает нам подарки. Иерусалимский институт очень многонациональный. Молодежь со всего мира изучает в нем Тору, Талмуд, проходит Гиюр, осваивает и обустраивает земли Израиля с любовью и верой. В посадке оливковой рощи приняли участие американцы, немцы, украинцы, индейцы, датчане, россияне, казахи, французы и шведы. Алла Рид презентовала новую песню «Не бояться». Премьера состоялась в Академ-джаз-клубе после окончания продолжительных гастролей в Израиле и России. Автор новой композиции Юлия Осина Фридман, композитор, которая сотрудничала со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса. Алла Рид не боится покорять публику артистки. Малая Россия и Израиль, а певица готова покорить Америку и Канаду. Вот это поворот! За океаном у Аллы Рид появился собственный автор. Кто же это знает и покажет первоеврейский. От джаза до рока певица порадовала своих поклонников и выпустила трек «Не бояться» в новом образе «Бунтарке». Артистка расширяет границы творчества и предлагает своим поклонникам нечто новое. И на из нас влюбляться, и не сдаваться, и не бояться, и не бояться. Для моих поклонников она весьма неожиданная. Сегодня мы представляем новую песню, которая называется «Не бояться». Написал ее действительно заокеанский автор Юлия Осина Фридман. Это уже премиум уровень такой, авторов достаточно много, но Юля пишет сердцем, и эта песня стоит своих денег. Автор хита – известный композитор Юлия Осина Фридман, чья карьера началась с песни «Ориентация север». Жизненный принцип автора – никогда не падать духом и не останавливаться, преодолевая все препятствия и идти к цели. По словам Аллы Рид, песня зацепила ее в авторском исполнении своим драйвом. Если песня отдана в правильные руки, это большое удовольствие. Это очень круто, когда ты слышишь правильное исполнение своего посыла. Это очень круто, это очень круто. У меня есть какие-то очень близкие вещи, нет какой-то наигранности, нет никакого образа. Там вот скорее я и какое-то настроение. Я плакала, честно скажу, и откровенно. Поэтому мне очень нравится, как сделала ее Алла Рид в аранжировке. Это потрясающая песня. Это песня «Откровение» о том, что нет границ и надо идти вперед, несмотря ни на что не сдаваться. Создание песни зачастую процесс не только радостный, но и мучительный. Певице удалось целиком погрузиться в эмоции, а современная авангардная аранжировка так вдохновила артистку, что Алла Рид не собирается на этом останавливаться. В авторских песнях хочется говорить какие-то мысли и истины, близкие мне. После успешных концертов с аншлагом в Израиле и в России, где билеты были распроданы задолго до начала гастрольных туров, Алла Рид даст серию концертов и в Канаде. Торонто, Монреаль, Ванкувер и Виннипек. Вот, очень интересный такой маленький городок. И посещу Лимут в Канаде, меня пригласили. И вот поэтому мне такой организовался уже, можно сказать, целый концертный гастрольный тур. И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.